В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Мы меняемся. Новое оформление телеканала Видное ТВ. Мы не будем пока раскрывать все секреты 2023 года. В кинотеатре «Искра» прошел финал ежегодного окружного конкурса «Рождество Христово». Вы фактически творцы и созидатели. Вы своими руками создаете красоту. В канун Старого Нового Года в Центральном парке города Видное была организована развлекательная программа. Наши счастья, господи, наши готовы. Жизнь не стоит на месте. В ногу со временем предпочитает идти и Видное ТВ. Мы меняемся. Под таким слоганом началась рекламная кампания по ребрендингу телеканала. Новое оформление студия передачи о том, что мы приготовили для зрителей в 2023 году, расскажет Юлия Погасьян. В эфире телеканала Видное ТВ. Новости Ленинского городского округа. Здравствуйте. В самом начале 2023 года зрители Видное ТВ стали свидетелями колоссальных обновлений. В первую очередь они затронули студию записи новостей. Теперь дизайн выполнен в концептуально новой цветовой гамме телеканала. Изменения коснулись и подачи материала. В итоговом выпуске можно увидеть двух ведущих. Неизменным осталось самое важное. Видное ТВ – это достоверная и актуальная информация. Поэтому призываю всех присоединиться. Если вы еще не с нами, обязательно настройте свои телевизоры на телеканал Видное ТВ. И каждый вечер мы будем рассказывать все самое интересное, что произошло за день. Подготовка к обновлению началась еще в прошлом году. Процесс занял немало времени и потребовал от каждого сотрудника много творческой энергии. Постарались, что называется, на славу. Большой прорыв Видное ТВ сделала в создании собственного контента. На счету телеканала уже порядка десяти авторских программ. В этом году к запуску готовится еще несколько проектов. Мы не будем пока раскрывать все секреты 2023 года. Скажу только одно, что мы провели большой опрос. Мы учли мнение людей. И согласно этому мнению будем работать дальше. А работы предстоит много. Усердно трудятся монтажеры. На их плечи сейчас легла непростая, но очень творческая задача. Мы помимо новостей также монтируем различные сюжеты, передачи. Самая главная разница, наверное, в цветокоррекции. Новости идут по шаблону, так скажем, формату. А передачи приходится вот на данном примере. Лицо Кирилла, его можно покрасить, сделать теплее, хладнее и так далее. Мы над этим работаем в том числе. Меняются и социальные сети телеканала, новые рубрики, голосования, опросы, конкурсы. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий Ленинского городского округа. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднетв. В кинотеатре «Искра» прошел финал ежегодного окружного конкурса «Рождество Христово». Мероприятие проходит в округе уже в 22-й раз. При поддержке администрации муниципалитета и видновского благочиния. В фойе кинотеатра «Искра», как говорится, негде яблоко упасть. Только гостей и участников съехалось на финал ежегодного окружного конкурса «Рождество Христово». Мероприятие проводится в муниципалитете уже 22 года подряд и неизменно собирает аншлаги. Участвует весь округ. Этот конкурс открытый, и взрослые дети участвуют. Поэтому он такой тоже любимый конкурс. И он сразу идет после елочной игрушки, и дети прям сразу сдают и то и другое. Задача главная – побуждать изучать христианство. В этом году жюри отсмотрело 750 работ. Различные виды декоративно-прикладного творчества, живопись, графику и рисунки. Лучшие из них были представлены на выставке, расположившейся в фойе кинотеатра «Искра». Всем участникам интересно было не только свои работы показать, но и на другие посмотреть. Родители также с интересом знакомились с экспозицией. Мы уже не с первым ребенком принимаем участие. Это время провождения с семьей. Она не одна была. Мы вместе все это делали. И заинтересованность у ребенка. Не в телефоне сидеть, в конце концов, а что-то делать руками. Конкурс проводился в пяти номинациях – евангельские истории, притчи, прообразы Богородицы в Ветхом Завете и русские традиции празднования Рождества. Его организацией традиционно занимается Центр детского творчества «Импульс» при поддержке администрации Ленинского городского округа и Видновского благочиния. Дорогие педагоги, все, кто за руку сегодня с ребятишками творил эту сказку, дорогие родители, которые в семье с детьми, готовясь вот к этому волнительному событию, вот сотворили эти поделки, рассказывали ребенку историю. Вот ничего, наверное, дороже быть и не может. Вы фактически творцы и созидатели. Вы своими руками создаете красоту, которая преображает этот мир. И когда эту красоту создают дети, всегда радостно, потому что смотришь на ту красоту, которую они создадут уже в будущем, когда вы вырастете. Поэтому хочется поблагодарить всех, кто трудился. Самых высоких наград гран-при конкурса удостоены 23 участника. Дипломами первой, второй и третьей степени награждены еще 130 умельцев. Я рисовала картина на стекле. Она про того, как Иисус Христос пас своих овец. Мария на ослике с малышом Иисусом на руках, а рядом идет Иосиф с палкой. Максим Филиппов свою композицию делал с мамой и старшей сестрой Ульяной. Семья участвует в конкурсе не первый год. Я подумала, что я не побежу. То есть ты был не уверен в своей победе, да? Не, не уверен. Обрадовался? Да, обрадовался. Я еще, когда была маленькая, участвовала с мамой в этом конкурсе. И тут решили тоже, может быть, и с вторым поколением мы сможем занять и тоже какие-нибудь места. Ну а после награждения участников и гостей праздника ждал рождественский спектакль, который подготовили юные таланты театрального коллектива «Каникулы», хореографической студии «Сфера», вокальных студий «Радуга» и «Жаворонки». Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Героиня нашего следующего сюжета, возможно, знакома внимательным телезрителям. В 2016 году наш телеканал снимал серию сюжетов о ней, а также на Видное ТВ вышел фильм «Радость моя». С тех пор прошло больше шести лет, и вот появился повод снова заглянуть к Лере. Вернее, уже Валерии Вахониной, которая около года назад открыла в себе талант художницы. Татьяна Брылова, волнуюсь, отправилась навстречу. Помню, как шесть с половиной лет назад мы приезжали в гости к особенной девочке Лере. Подружились, и вот сегодня те же эмоции при встрече. Но время идет. Валерии уже 20. Она, несомненно, повзрослела. Хотя в душе остается все той же девчонкой-ягозой. Показала нам елку. В доме еще новогоднее настроение. Спрашиваю, кто нарядил. Сама? Нет! С кем? Нет, с бабушкой. С бабушкой? Да. А бабушка там, в шесть ведут. А потом... А потом... Похвали, с чем ты хотела похвали. Расскажи про свои новости. Столько лет прошло. А новости действительно есть. Конечно же, я слежу за Леринами успехами во Вконтакте. Но сегодня появилась возможность узнать обо всем, как говорится, из первых уст. Это вот первые сумки. Это лисы, но первые. Подожди, у тебя учитель есть? Как учитель? Ну да. Как учитель? Виктор. Елена Викторовна. История Валерии художницы началась около года назад. Мама Наталья Васильевна побывала на приеме у заместителя главы администрации округа Татьяны Квасниковой, благодаря которой у девушки появилась возможность учиться рисовать. Климашина Елена Викторовна. Она занимается во дворце культуры в городе Видном с ребятами. У нее есть своя студия. И вот она стала к нам приезжать. Я сначала не верила, что мой ребенок в состоянии будет. Она карандаш плохо держит левой трясущейся рукой. А у нее стало получаться. Начали с малого – цветочки, овощи, фрукты. Но рисование настолько увлекло художницу, а работы действительно были достойными, что в итоге лучшие рисунки попали в календарь. И вот к Новому году наш родственник сделал подарок, отпечатал в типографии эти календари. И вот теперь у нас Лера дипломированный художник, можно сказать, уже со своими работами. И пусть тираж календаря составил всего пять экземпляров, Наталья Васильевна очень гордится дочерью. Ведь до этого Лера вообще никогда не рисовала. Очень поздно научились рисовать круги, начала штриховкой разукрашивать. Но так, чтобы сесть и писать красками, нас не было никогда. В художественном творчестве Валерии, к слову, помогает не только педагог. Кисти – подарок руководителя Винновской дирекции киносети Павла Русакова. А чтобы девушка могла общаться по интернету с друзьями, местный депутат Артем Грудинин подарил ей ноутбук. И все же лучшая подруга у Валерии – ее мама. А она у мамы первая помощница. И вот мы уже на кухне пьем чай со знаменитыми вахонинскими пирожками. Так же, как в 2016 году. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. Я маминя дочь. Маминя. Да, твоя. Моя. Я твоя дочь. Моя. Праздники продолжаются. В канун Старого Нового Года в Центральном парке города Видное была организована развлекательная программа. Гостей мероприятия встречал, как и полагается, Дед Мороз. Сказочный персонаж стал ведущим торжества. Несмотря на холодный зимний вечер, желающих повеселиться собралось немало. Очень прекрасно. Очень понравилось. Спасибо большое за веселье. Со Старого Нового Года. У юных жителей была возможность рассказать дедушке стихотворение и получить небольшой подарок. Мне очень нравится идея, что можно поселиться, играть, танцевать. Наше счастье постоянно, как после вечера. Многие рассказывают, что узнали о проведении праздничного мероприятия из социальных сетей. Мы узнали из интернета на телеграм-канал. Подписаны ДК. Видно. Вот пришли к вам на праздник. Пришла с ребенком, подругами, детьми, друзьями. Узнала из группы ВКонтакте. И очень нравится, что в городе у нас организовывают такие мероприятия. Танцевальные конкурсы, веселые игры и зажигательная музыка позволили всем посетителям продлить праздничное настроение. И это все новости на сегодня. Но наш телевизионный вечер продолжается прямо сейчас на телеканале Видное ТВ. Продолжение сериала «Московская борзая». Не переключайтесь. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.